Друзья, добрый день всем! Здравствуйте! Сегодня у нас 4 марта и у нас такой праздничный, я не знаю, даже меня переполняют чувства, так приятно, так здорово. 4 марта, 35 лет назад, у нас была свадьба, друзья. Было солнечно, морозно, снежно, но я не чувствовала, не ощущала никакого холода, руки были в тонкой такой вот парче, или как ее назвать, и с меня жар, дым шел коромыслом, я была счастливая, довольная, в общем, не было счастья предела, и до сих пор мы вместе, и у нас все хорошо, и мы этому рады, и даже, я не знаю, как это, желаем, наверное, большинству, и кто любит и понимает, как это непросто, как это время летит быстро, но я даже не могу сказать, что я и устала, или я как-то озадачена, или озабочена, и это все промелькнуло, потому что Аня родилась через какое-то время, потом все это пролетело, промелькнуло, и вот только сейчас мы, наверное, здесь, вот находясь 2 года, начинаем понимать, что мы, наконец-то, рядышком, мы успокоились, да, и как-то так вот теперь это ощущается. Слушайте, да, невероятно, время прошло очень действительно быстро, это просто, ну, оно реально промелькнуло, мало того, что 35 лет со свадьбой, кстати, в интернете прочитал, что это коралловая или полотняная свадьба, ну, коралловая свадьба красивее, мне больше нравится красивее название, чем полотняная. Ну, полотно тоже, это древняя такая ткань. Да, или так, или так, а вообще мы с Ирой знакомы еще 5 лет до свадьбы, то есть у нас вообще 40 лет мы вместе, 40, то есть 2 юбилея, 40 лет мы вместе и 35 лет со свадьбой, то есть мы познакомились, мне было... Когда мальчику было 15 лет, мне было 15, а этой девочке 18, ну, я же не знала, я точно, я не могла даже подумать, что мне надо спросить, а сколько тебе лет, потому что он выглядел на то время старше меня, я была такая худющая, с сеструхой за руку, такая... Хочу, да, рассказать, что я, мне хоть и было 15, но выглядел я очень, ну, так, года на 22, наверное, мне никто не давал мой возраст, первый паспорт в советское время, наверное, помнят, люди нашего возраста, получали в 16 лет, и вот там мы делали фотографии, и у меня этот паспорт еще как бы там в Талине, он сохранился, и когда они тебе показывают, что вот там молодым каким-то, вот в советское время были такие паспорта, они открывают, ну, там фотографии смотрят, так, у меня пауза, а сколько тебе здесь лет? Ну, сколько, 16, и у меня все равно все реакции, 16, у всех вот такая реакция, я не знаю, почему я так выглядел, но реально, то есть никогда никто не спрашивал, я мог зайти в магазин алкогольный, и даже мысли не возникало у кого-то попросить у меня паспорт, то есть я настолько, ну, взрослый выглядел. Выглядели противоположно, то есть мне можно было дать меньше, а он выглядел взрослее. Да, Ира все время ходила, Ира сестра, она 12 лет младше ее, и поэтому всегда мы гуляли всегда, я Ира и Рита, ее сестра, и так было классно, ну, как молодежи все-таки, там уже как бы, ну, было там 17, мне 18, уже там начинаешь, знаете, целоваться, а она стоит так, смотрит, а я маме расскажу, а мы раз так отпрыгивали, знаете, а я уже сейчас думаю, ну и что, ну и говори, а что ты такого-то, ну и говори. А нет, знаете, так было страшно, и вот мы давай ее, Рита, ты только не говори, на качелье качаем, конфетки покупаем, да, в парк какой-то приведем, ублажаем ее, чтобы только маме не сказала, что мы целовались. Врачи как-то были, да? Так смешно, но 18 лет я ушел в армию, армия было два года, но я, правда, служил в Санкт-Петербурге, я был в спорт-роте, и поэтому была служба такая немножко посвободнее, скажем так, Ира ко мне приезжала, и я часто приезжал домой, так что у нас нормально, и когда пришли, пришел я со службы, это было, мне было 20 лет, я уже был такой мужчина после армии, мы сразу же вот осенью побежали в ЗАГС подавать заявление, причем, я так помню, мы пришли быстрее, когда можно быстрее, знаете, сейчас люди подбирают какие-то даты, там, чтобы было 777, 22, там, 22, мы ни о чем не думали, мы попросили быстрее. Никакой нумерологии не передерживались, ничего, абсолютно не думали, когда и что, там, пятницу или субботу, и даже женщина, которая нас записывала, почему-то нам сказала, вот есть хорошее число, 4 марта, это пятница, нам все равно было, давайте быстрее. Мы даже не думали, нам бы хоть среда или все равно. И вот мы в ноябре где-то подали, и на 4, когда уже подали заявление, мы объявили родителей. Ну, они уже ходали над нами, они уже и видели то, что мы и так вместе, и как эти, вот такие все время были, голубкие. Время пошло очень, друзья, быстро, вообще, вот сейчас вспоминаешь все это, и настолько, настолько быстро, это вот просто невероятно. И как бы я всегда, у меня была мечта, но не всегда, наверное, я не знаю, лет, наверное, с 40, я стал так вот задумываться, что нужно вдвоем куда-то поехать, тепло, провести, вот, ну, как скажем так, вторую половину жизни, вот, вторую половину жизни провести вдвоем, где-то в тепле, чтобы было можно гулять, чтобы быть вместе, вдвоем. Ребенка хотел как-то очень сильно сразу, потому что всегда говорил непонятные мне слова, быстрее отмучаемся. Я так думала, а смысл, а зачем вообще мучиться, зачем это? Быстрее и будем жить для себя. Да, и меня это такое недоумение приводило, что значит отмучаемся. У нас были молодые родители, да, они нам помогали, но мы как-то справлялись сами. Нет, ну, квартиру они нам дали, то есть мои родители разменяли квартиру, и они пошли, у нас была трехкомнатная и один с семьей, они пошли в район, в хорошую квартиру, ну, как сейчас называют, два плюс один, двухкомнатную квартиру, а нам однокомнатную, небольшую. С балконом на кухне, там стояла коляска. Да, в новом доме, в новом районе. Мы были рады, вы не представляете, на восьмом этаже, мы, ну, все были молодыми и знают, что жить отдельно... Нам ходило столько знакомых и столько Серегиных спортсменов, друзей, я салаты резала тазиками, буквально тазиками, потом туда пеленки замачивала, потому что вот было столько много счастья, и не было такого, что тихо-тихо, там у нас ребенок, у нас такого, ну, не то чтобы проходной двор, но как бы они все были не пьющие пацаны, все были спортсмены, но он первый же женился, а всем было интересно, что это такое, жена, ребенок, потом у нас появился французский бульдог такой, вот он принес его, я чуть с ума не сошла. Но у нас всегда были собаки, то есть мы когда жили с родителями, у нас была собака, у нас был той терьер, я просил собаку, я всегда маме говорил, что я хочу собаку, почему мама повелась, она была вообще противницей животных, потому что у нас в подвале, в доме, где мы жили, мы там спальные районы, 9-сажный дом, и там в подвале жили коты, дикие, да, у них родились котята, я вот как сейчас помню, я был где-то класс 2-й, наверное, и все котята были полосатые и 2 черных, они дикие, а нам надо какие-то, естественно, черные. Конечно, пантеру. Всем двором мы ловили несколько дней, мы поймали, я был такой счастлив, весь перецарапанный, я его в полотенце принес домой, он, короче, прожил у нас 2 суток, но он был дикий, он шипел, он к себе никого не подпускал, все-таки мама меня уговорила отнести его обратно. К мамечке. К мамочке я отнес его, да, и с тех пор я стал говорить, что я хочу, ну я вообще хотел собаку, я хочу собаку, и мама сработала на опережение, чтобы я не привел. Не привел, да, дворовую. Какую-то дворовую. От магазина. Знаете, в моем понятии, ну, второй класс, в моем понятии собака это, ну, вот, ну, вот. Чтоб шел, да. Чтоб я иду, вот стою, и она рядом со мной, и я гордо, да. То есть, ну, овчарка, как минимум овчарка. И она как-то приходит с работы, я ее встречаю, она говорит, собаку купила. А я раз, вокруг нее. Не бежит, не выбегает. Понимаю. Она вынимает, а там то интерьер, ну, кто знает эту породу, она вот, щенок на ладошке помещается. Как хомячок. Я расстроился, вы не представляете. Ну, успокоился, больше никого не приводил. Собака и собака. Ну, это у нас была эта собака. Она любила, кстати, отца больше всех. Видно, он хозяин, она выбрала его. И когда мы стали жить сыро, я тоже как бы надумал собачку. Вот французский бульдог у нас появился. Без моего ведома, между прочим, это произошло. Я пришла с магазина. Представляете, лифт не работает. Мы жили на восьмом этаже. И я коляску, все эти телефонов-то не было. Коляску, это 88-й год. Коляску, пакеты. Я пришла вся вот такая. Анька спит, а дверь открываю. А он счастливый завернул этого Патрика в Анькино розовое одеялко. Оттуда черный, негритенок так ему. Французский бульдог. Я не знала, что делать. Я и радовалась. Я говорю, зачем ты? Я только постирала одеял. Он говорит, ну это же маленький. Ну, короче, это все хорошо. Но началась первая ночь. И он, у него изогнутая диафрагма. У нас однокомнатная квартира. Не один плюс один, а просто один. И кухня отдельно. И он храпит. И он выбрал почему-то мою густую шевелюру. На голове он не спал. Да, он спал. Вот так здесь были ноги, писюн. И вот он куда-то по мере взросления, он бежал. У него лапки ночью бегут. А у меня тут все расцарапки вот такие. Друзья, уснуть надо было первым. Потому что если не успел уснуть, он начинал так храпеть, как мужик. Яный мужик. Чем взрослее, тем храп у него интенсивнее. Да. Но прожил он у нас, да, года 4. Тогда это паровирус был. Мы его вылечили. Но это была инцестная собака, как нам сказал врач. И мы знали, потому что мы встречались с его братьями и сёстрами. Они все еще раньше него умерли. Потому что это когда хотели люди заработать. А это были на то время модные, дорогие собачки. И как бы инцесты. Ну, не повезло, но мы на этом не остановились. У нас после этого все время были собаки. Собаки-долгожители. Вот после этого была невероятно классная собака. Мы как-то рассказывали. Это был Миттельшнауцер. Средний. Вот он прожил с уже 17 полных лет. Эта собака вообще. Она повела Аню в школу. Она ее встретила после школы, когда Аня закончила школу. Собака вот невероятно. Парней Аниных он тестировал, да. Он был не зубоскальный, но он был такой любвеобильный. Он может положить голову на коленки. Ну, там, как-то так, внимание там, обнюхивать. Короче, он даже Аню замуж. Он знал, муж был старенький, ему было 17 лет. И он увидел Димку нашего. Да, он увидел Димку, кстати. Еще свадьбы не было, но он был очень-очень старый. Мы его все вместе, по-моему, хоронили. Дима ездил с нами, кстати. Так что это легендарный Миттель Шнауцер. Он мой вонютищий любимый. Это мое сердечко. Я как-то не подготовился, друзья, держу в руке камеру. Рука за декламп. Думали, пять минут, сказать, получилось. Он был и цверк Шнауцер, да, потому что... Ну, ему было 13 лет. Мы решили взять, он уже был старый. Мы решили взять, как, знаете, когда пишут, что, типа, собака старая. Лучше взять молодого, чтобы он воспитал, чтобы не было потерь. Он и воспитал. Взяли, да, его. Не лаял, потому что Мартин старший был глухой. Он глухой, да. Видел, хорошо, но был глухой конкретно, вообще ничего не слышал. И ни на что не реагировал. И молодой тоже, ну, если старпёр не лаял. Звонок звонит кто-то в дверь. Старый-то не слышит. Он, нет, молодой вроде дернется. Он смотрит на этот старый. Тот как лежал, так и... Короче, приучил, как надо. Так же самое на улице. Он очень боялся, вот этот Мартин старый, он очень боялся, когда был молодой, вот эти взрывы, знаете, петарды, Новый год. Просто невероятно боялся. Больших помойных машин. А как-то он стал глухой, хоть рядом с ним взрывают. Он вообще не слышал. И молодой-то вроде раз, так, блин, смотрит назад. А тут, как нюхал, так и не ему нули внимания на эти взрывы. Ну, этот так, плуто. Ну, вроде как и этот так же. Ну, то есть, ну, реально воспитание произошло. Этот был второй у нас. Так что вот такая вот у нас история. Дожили до коралловой свадьбы. И не жалеем. И не жалеем, да. И всем советуем, ничего не бойтесь. Ну, сейчас молодёжь вообще легко к этому относится. Ну, у нас, в общем-то, из всей вредности нашей семье, наверное, самая бухтящая это я. Но Серёга всегда слушает, улыбается в усы, а потом так меня обезоруживает. И говорит, ну, на пустом месте, мать, типа, бухтишь. И честно скажу, говорят, что, ну, как бы там угасают, чувствуют. Нет, вы знаете, наоборот, ещё лучше даже и крепче всё стало. Ну, вот, видимо, проблемы какие были, там, ребёнок, школа, какие-то занятия, работа. Ну, все же мы, люди, устаем и болеем как-то. Всё это как у всех. Быстро пролетело, вы знаете, поэтому говорю, ругаться. Не торопитесь, молодые, жить. И не тратьте время на скандалы, на ссоры, на ругню, на какие-то обиды, на какое-то дутьё. Не надо. Время идёт, быстро проходит. Вы потом пожалеете, если вы будете сильно там ругаться. Не надо. Жизнь такая короткая. И осадок, он никуда не уйдёт. Не обижайте, думайте, что говорите. Это правда. Так что вот, а сегодня, сегодня я хочу сказать, вам представляете, с утра огромное спасибо хочу передать Ирине и Сергею из Германии. Это наши подписчики. Ребята, спасибо. Они первые нас поздравили. Спасибо, доченька, Димка. Вы понимаете, мы им не говорили. Ирина, может быть, давно, когда Ирина помнила, и она первая себе написала спасибо дочке. Дочка написала, тоже поздравила. Хотя они сейчас в Петербурге. Да, каникулы сейчас. Отвезли Милану. И придут нам сейчас наши друзья. Игорь, Света. Когда мы хотели встретиться на улице, они сказали, нет, будьте дома, мы зайдём. Мы вообще собираемся на рынок. Вообще, да, надо было пойти на рынок. Сегодня суббота, 4 марта, суббота. 35 лет назад это было пятница, да? Или тоже суббота? Нет, пятница. Я вот тут уже не помню, что это было. Я не помню пятницу, но не важно. Можно посмотреть. Да, ну вот ждём их. И как бы целый день проведём с ними. И будем включаться, покажем вам ещё. И может быть, расскажем какие-то истории из жизни. Ну, мы посмотрим, как пойдёт это. Это потому что праздник такой, как бы личный, если никого никто не принуждает. Ну, почему лично? Это приятно, но настроение шикарное. Ну, приятно, да, если ребята смогут уделить нам время. Так интересно, не знал. Коралловая, коралловая свадьба. Написано в интернете или полотняная. Ну, и та, и другая замечательная. Так что не прощаемся, ещё включимся, ещё поболтаем, расскажем какие-нибудь истории из нашей жизни. Не знаю, долгой, недолгой. Ну, 35 лет, в общем-то, оборачиваться назад, быстро. Ну, вроде и долго, 35, вау, долго. А вместе 40. Живут-живут, да? Как столько они живут, да, сколько мы вместе. У меня с Димой 11 лет, Милане 9, 11 лет. Уже наша дочка с Димой живут, да. Молодцы, и мы рады. Говорят, что как бы дети повторяют, я не знаю, правда это или нет, но я слышала, это была такая даже передача психолога одна говорила, что многие дети берут модель семьи, поведения. Ну, не знаю, актуально это в наше время, в современном мире сейчас заключили брак. Типа, онлайн, развелись онлайн. У нас, да, у нас в Испании можно сейчас делать прямо онлайн. То есть, не надо никуда ходить онлайн, можно через интернет зарегистрироваться. И так же можно и развестись онлайн через интернет. Даже никуда из дома выходить не надо. Мужчина меняются, нравы меняются, браки другие совершаются. А свадьба, кстати, у нас была классная, друзья. У нас было 110 человек на свадьбе. Мужчина был из театра, он случайно нам... У нас как-то все случайно, вот мы даже особо не искали. Раз подвернулся мужчина, у него такой тембр голоса был. Я когда с ним по телефону разговаривала, думаю, что у себя какой голос, прям артист. Он был даже взросленький такой, но у него была какая-то такая своя наработанная группа. Было там танцопрограмм. Честно говоря, это все было как в пельне. Я особо даже не помню, что все остались довольны. Жалко, что все фотографии у нас там. Но они черно-белые, они и остались в Талине. Так бы я вставил немножко вам фоток. Ну, там, знаете, как смешно сейчас смотрится. Хотя у Иры на тот момент... Да, у меня был такой веночек сделан. И платье было очень красивое. И фата была такая. Ну, просто как тюль такая, газ-фата. И платье. Красивое платье было. А народ так много было, что, во-первых, были родственники, родители ее, родители моих. И плюс друзья ее, мои. То есть у меня... Я тогда тренировался. Ребята с тренировки были. В общем-то был мой друг Эдик такой. Эдик, привет, если смотришь. Он сейчас живет в Ирландии. Мы дружили очень плотно, сильно. В школе, в училище. Потом уже наши пути разошлись. После армии, вот когда я женился. Ну, привет тебе, если ты смотришь. Я тебя всегда помню, вспоминаю. Очень приятно. И девчонкам привет, которые делала мне парикмахерша-соседка, делала мне прическу. А Галя, да, с Победоновым с ней учились тоже, да. Поэтому все как-то были родные, близкие. И почему-то не было драки на своей. Что за свадьба без драки, да, на драке, кстати, не состоялось. Ладно, друзья, рука устала, просто затекла. Еще включимся. Ждем сейчас ребят. Они придут, наверное, нас поздравят. Если они помнят и знают, мы не говорили специально. Кто к нам пришел? Поздравляю вас, поздравляю вас, моя любимая, красивая моя. С праздником, молодцы, да. От души поздравляю вас. С каким пункетом. Нет, вы молодожены сегодня. Вы единственная пара среди всего нашего окружения, которые столько лет прожили любви и согласия столько много лет. Это просто невероятно, да. Это очень... Да, молодцы, молодцы. Да, мы вас очень любим, мы от всей души поздравляем вас. Желаю вам прожить еще столько же, еще лучше. Нет, уже столько же не жалко. И всего вам самого-самого прекрасного, но самое главное – любви. Спасибо. Спасибо, ребята, огромное. Спасибо, ребята. Это вот, да, 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 бриллиантовый, чтобы еще, да, в своем уме, на своих ногах и вдоль моря еще бегать. Там сказала, я бы говорила, Серега, под камушек подать. Вот этот замечательный букет вам передала ваша подруга из Германии, Ирина. Она вас от души поздравляет. С наилучшими пожеланиями, да. Ой, спасибо, Ирина, Серега, спасибо вам. Я уже про них говорила, они первые нас утром поздравили. Да, поздравляем вас. Ничего себе. Спасибо большое. У нас слез, да, ну вас нафиг. А это от нас вам скромный подарочек. Это сеанс в СПА. Смотрите, делал тоже, да. Да, мы когда сказали, молодой, славитесь, да. Для влюбленных. Спасибо, спасибо. А еще также сегодня утром звонили тоже ваши нововоспеченные друзья, ваши подписчики Сергей и Марина. Они вас от души поздравляют и тоже вам переслали чудесный подарок. Мы сейчас за ним поедем. Они вас тоже от души поздравляют. Ну, вообще невероятный. Шок. Слушайте, день какой-то шок. Мы реально не ожидали. Вот это да. В достоянии такого не было, не происходило, чтобы мы так вот перевели. Это невероятно, ребята. Ну, это, в общем-то, как знакомое. Слушайте, спасибо, спасибо вам всем огромное. Сергей, Марина, Ирина, Сергей, всем спасибо. Просто невероятно. Света, Игорь, огромное спасибо. Очень приятно. Дочка, Анька нам тоже написала, поздравила. Они сейчас на вокзале уезжают. Здорово. Очень-очень это приятно. Я правильно же сказал, до слез. Огромное всем спасибо, ребята. Косерия, невеста. Да, да. Сейчас Ира была невеста 35 лет назад. Голодрын был солнечный. Друзья, мы все вместе вышли, идем на рынок. Суббота ведь все-таки. Праздник праздником, как говорится. А кушать хочется всегда. А кушать хочется, и пойдем на рынок посмотрим. Не знаю, если что-то интересное, я включусь. У этого мужчины покупаем всегда вот такой бездрожжевой хлеб. Очень вкусный. И хорошо хранится. И очень приятный бездрожжевой, самое главное. Закваска, черный моккар. Бездрожжевой, закваска, домашний, черный моккар. И вот только здесь мы в этом проулке приходим. Это где English Home, прямо вот в этом проулке. А в какую цену он у вас ест? Что? Сколько он сейчас стоит? Один штук, один килограмм, 25 грн. Представляете, какая вкуснота. Целый колобок. Да. Спасибо. Значит, еще другой вариант есть у вас хлеба, кроме этого, да? Да. Это сейчас нормальный систем, потом горячий, другой систем, другой систем, 20 систем. Но все оба сорта бездрожжевые, да? Только бездрожжевые. Спасибо большое. Пожалуйста, пожалуйста. Друзья, у нас сегодня вообще такой день. Нам позвонили еще Сергей и Марина. Если вы смотрите нас постоянно, вот Марина, которая ходила, делать глаза сырой. Это тоже наши подписчики, наши друзья теперь, можно сказать, они перевели деньги нам на подарок. Вот смотрите, что мы купили. Не то, что вы отчитались, а мы рады. Ну да, радуемся. Спасибо большое. Нам Света с Игорем передали. У нас будут подушки для новобрачных и четыре наволочки. Две синих, две белых. Чтобы он не вздумал даже лечь на мою подушку, она будет в красной наволочкой, а его будет в синий. Спасибо большое от души, Сергей и Марина. Вам за подарки. Очень приятно. Неожиданно. И вот так вот. Классно. Круто. А сейчас, друзья, мы поедем, купим торт. Еще, может быть, будет тот торт из клубники, который мы хотели купить. Диетический, как я говорю. Знаете, вниз такая корзиночка, как бы большая, с песочного теста. Заварной крем и клубника. Посмотрим, если он там есть. Друзья, про этот торт я вам говорил. Вот такой вот попробуем клубничный. Да, диетический. Диетический, как я говорю. Ну, не знаю. Просто это мы попробуем. Вот такой тортик мы берем. Ну, красиво выглядит. Девушка опять разговаривает по-русски. Очень приятно. Здесь вот берут эти торты. Друзья, только заметите, еще покажу вам. Тут разные свечки продают. Можно всякие... Фейерверки. Фейерверки, да. Ну, не фейерверки, а конфетти, наверное. Вот свечи такие у нас. Это я не знаю, что тоже. Это шоколад. Ванильный крем. И этот клубника. Белый шоколад. Белый шоколад. Да, вот этот шоколад. Да, и вот видите, как можно. Далее еще разные. Цифры разные. Ну, а там и... Все, друзья, мы стартом. Полный комплект у вас. А, еще надо сок заехать. Полный похудательный. Еще я вам дома расскажу, что мы будем пить. Пробовать. Дождалась она своего времени. Почти два года. Выдержки. Мимоходом тормознули в этом новом комплексе, где вот здесь Мигрос новый открылся. Знаете, это Ектор. Здесь красиво, конечно, невероятно. Так все здорово сделали. Мне так нравится. Наверху вот эта Глория Джинс Кофе очень вкусная. Но нам нужен Мигрос. Мы идем туда. Нам надо купить мясо, сок яблочный и майонез с горчицей. Друзья, мы пришли с рынка. И начинаем отмечать наши события. Наши 35-летие со свадьбы. Сейчас, смотрите, ребята все готовят, приготовляют. Мы замариновали курицу. И, представляете, на рынке купили папайю. Настоящую папайю я как-то брал. Она мне понравилась. Довольно вкусная. Такая же, как в Таиланде. Почищу, расскажу как. Много цветов у нас. Видите, орхидея. Приятно. Ну и этот сумасшедший букет от Ирины Сергеем. Блин, это, конечно, вообще невероятно красивый букет. Спасибо, Ирина. Друзья, я разрезал ее. Представляете, теперь разрезаю. Две семечки. Одна в этой половине, другая в этой половине. Семечки сюда. И черные мелкие семечки, как черная икра. Думал еще выложить на тарелочку, сказать, что это икра. Глазковый, глазковый. На сильном огне лук, морковка. И специи. Здесь будут специи. Овшен соус будет. И что еще здесь будет? И соевый соус. Это салат такой? И шпинат, да. Это такой горячий салат. А, и чеснок у нас там. И чеснок. Многость. Дапа. На сильном огне. И шпинат, друзья, который был. Так много казалось. Вот, знаете, как выжарился. Выжарился, да. Еще кучок есть. Да нет, хватит. Нормально, да. Да давай еще полпучка. И соевый соус немножко добавим сейчас. И устричный немножко. Друзья, а пить мы будем. Время, как говорится, пришло. Кто нас постоянно смотрит. В 2020 году мы приехали. 2021 год был. Мы отмечали мое день рождения в городе Каш. И вот тогда приезжала у нас Катерина из Японии. И Саша. Саша с Катей приезжали. Она из Японии. Живет в Японии. Мы познакомились в Гималаях. И вот она подарила тогда виски. Японские виски. Видите, все на японском написано. Ну вот. Дождалась эта бутылочка. Время, как раз на свое 35-летие, мы ее откроем. И попробуем. С яблосиным соком Ира предпочитает. Ну потому что мы сейчас все же на диете. Мы же не можем с Кока-Колой себе или с Пепси позорить. Спасибо, Катя. Очень тебе благодарна. Я еще не израсходовала те маски для лица, которые... Ты там столько много масок мне прислала, большую упаковку. Спасибо тебе большое. Буду вечно молодой. Да. Спасибо. Смотрите, друзья, свадьба едет внизу. Едет, сигналит, свадьба. Надо же. Прямо мимо нашего дома проезжает. Мы долгих лет жизни вам. Представляете, в этот же день, как и у нас, только 35 лет назад, у кого-то свадьба. Да, долгих лет им. Друзья, и мясо у нас будет курочка. Мы ее сделали с таким, два разных соуса. И майонез, и горчичка, там, чеснок. И будем делать, чтобы так нагрели. Гриль пропикал, готово. Начинаем выкладывать. Ну что, достали мы нашу курочку. Вот она. Достали из холодильника наше шампанское в бутылочку. Короче, настоящая свадьба, да? Да, конечно. Такой у нас стол, сейчас Тамара разогревает еще кашку, салатик вот у нас. Кашку. Папайя. В общем, все диетическое, даже торт. Да. Ну что, друзья, открываем наше шампанское. Митим нашу свадьбу. Сколько за годы пито-перепито. И не всегда мало. Ура. Разливаем. Тихую. Да. Ну, потому что на балконе здесь осекление. Она может улететь кому-то на балкон или, не дай бог, поударить кого-то. Наливаем. Желаем, друзья, всем, чтобы у всех так, до 35 и дальше. И без особых проблем. Ну, понятно, что какие-то периоды жизни всегда нас огорчают. Ну, и так же и радуют. Поэтому это дело такое наживное. Главное, не бояться. Так, мы сидим потихонечку. Заканчивается наше отмечание, так сказать. Посидели, покушали. Поговорили. Вспомнили. Мы вспомнили Света с Игорем, как что было. Ну, интересно. Практично, жизнь, к сожалению. Но мы не унываем. У нас все впереди. Любите друг друга, берегите друг друга. Да, друзья. Все очень быстро. Жизнь быстрая, поэтому ругаться и что-то выяснять не стоит. Терять на это время. Время, нервы. Лучше путешествовать. Лучше дарить себя путешествовать. И быть рядышком, поддерживать друг друга. Так что желаем всем, друзья, хорошего, всего хорошего, самого наилучшего. Счастья, благополучия внукам, детям, вообще. Животных любим тоже. В общем, всего всем доброго, друзья. До свидания. Увидимся.